Ролик создан при поддержке сообщества ВКонтакте, то есть с Андроид. Привет интернет, с вами Илья и это новая подборочка игр на канале Игродень. Ребят, давайте все вместе поднажмем и постараемся набрать полторы тысячи лайков под данным обзором. Взамен я обещаю сделать большой топ игр, думаю почаще выпускать именно топ 10 и мне очень нужна ваша поддержка. Ну а сегодня я приготовил из 7 новых игрушек за прошедшую неделю, в общем всем приятного просмотра и мы начинаем. Начнем мы с довольно масштабной ролевой игрушки Герои Стихий. Как вы уже думаю догадались это MMORPG с элементами пошаговой стратегии. Игра кстати выполнена в стиле Heroes 3 и очень круто адаптирована под мобильные платформы. В игре вам предстоит сражаться с мужеством нечисти, собирать ресурсы, улучшать навыки персонажа и в общем-то делать все что нам так нравится. Герою всем силами необходимо найти свой путь в мире, состоящем из трех порталов, поэтому дорога будет не близкой. Сразу предупреждаю, что игра из категории тяжелых, поэтому без головы здесь точно никуда. Лично мне эта игра также затянула своей аудиторией, видно что она очень раскручена. Здесь действительно приятно находиться, потому что людей много и при этом идет действительно интересное и полезное общение. Также немаловажным моментом является то, что здесь не решает донат, то есть быстро прокачаться не получится и королем здесь себя будет ощущать только действительно достойный игрок. На самом деле это очень круто и такого явно не хватает многим игр из подобного жанра. Кстати игрушка доступна бесплатно, поэтому если вы любите RPG, то вам точно ее нужно попробовать. Ну а мы идем дальше и вторая игра это космическая аркада Фотон Страйк. Всем кто любит шутер-мап аркадки, такое точно должно зайти. Мы управляем космическим кораблем, покоряем это бесконечное пространство и просто пачками уничтожаем железки противников. На пути будет огромное количество врагов и при этом с каждым этапом прохождения виды юнитов будут отличаться. В общем с каждым разом нас будет все сильнее и сильнее встречать, так что нужно быть готовым. Мы конечно же не будем так просто сложа руки сидеть, мы будем апгрейдить свое летательное средство, что противостоять всему этому злу. Игра я думаю порадует огромным количеством уровней, а также своими боссами. Как я понял после каждого определенного этапа нам попадется один из основных злодеев и здесь уже сражение будет очень крутым. Лично мне игра очень понравилась, она меня просто с головой затянула и я вот теперь во всю ее прохожу. В общем вам ее тоже советую, думаю вам понравится. Так, ну а теперь третий участок нашего обзора это просто бомбическая аркада с очень хардкорным геймплеем. Меня совсем недавно спрашивали про самую сложную игру и вот это на мой взгляд такой точно является. Как минимум в пятерку самых тяжелых я бы ее точно поставил, но на самом деле это вам решать. Мы являемся неким вирусом и должны пройти сквозь сложную защиту какой-то страшной системы. По сути от игрока необходимы только тапы по экрану, но сложность в том, что реакция для этого требуется просто нереальная. Я думаю, что вы сами все видите, какой тут жуткий кошмар, элементов очень много и при этом все они быстро передвигаются. Короче, всем любителям привить свою реакцию такое должно понравиться. Игрушка просто нереально сложная, но от этого она и затягивает. Доступная игра бесплатно. АС Кьюб, свежий таймкиллер от компании Кетчеп. Два кубика правильно друг другу движутся вниз, однако препятствия, которые они встречают на пути отличаются и вам следует их обходить. Избегайте препятствия в виде выступающих блоков, ведь если мы замешкаемся, то один из персонажей окажется вне границы экрана и игра тут же закончится. В очередной раз ребята приготовили неплохую игру и, само собой, она также бесплатна. Beat Rush, музыкальный платформер для андроида с геймплеем в одно касание и красивой пиксельной графикой. Игровой процесс здесь максимально прост, но требует моментальной реакции, поскольку если вы совершаете хотя бы одну ошибку, то тут же все закончится. Поймайте ритм играющей мелодии, прыгай по платформе, выворачивайся от торчащих шипов, острых пил, горячей лавы и других препятствий. Соберите как можно больше монет для разблокировки множества персонажей и преодолевайте все новые и новые вызовы. Goat Simulator West of Space, очень классная и позитивная игрушка. Вы прошли зомби апокалипсис в дополнении Goat Z и подружились со статистами с моделированным в мире ММО симулятора козла. Что же нам еще делать? Да на самом деле ничего, поэтому мы прощаемся с землей и отправляемся прямиком в космос. Да-да, вы становитесь космическим козлом и построите свою космическую колонию, вышибая деньги из людей. На самом деле лучшие козла это никто не сможет организовать, поэтому даже время тратить не нужно. Вы построите симулятор командирского мостика, космический музей и даже собственный космический корабль. Что ж, такое я вам точно рекомендую. Ну и последнее на сегодня, игра под названием Voyager. На самом деле не уверен, что я правильно прочитал название, поэтому троллить меня не нужно. Помогите главному герою осуществить его давнюю мечту и оказаться в ранее неизведанных мирах. Однако такое космическое путешествие таит просто множество угроз, поэтому нужно быть осторожным. Управляя персонажем, старайтесь не задевать астероиды и прочие ловушки на своем пути. У вас будет бесконечное количество попыток, поэтому решайте сами, какую тактику вы будете использовать. Самая наша главная цель это оказаться у черной дыры, и тогда уровень тут же будет пройден. Зарабатываем золотые звезды и разблокируем новые космические корабли в этой мобильной игре. Доступна она также бесплатно. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть с Андроид. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!